итак ребята всем привет сегодня у нас интересное видео тем более оно нужное как вы видите мы находимся на кухне сегодня будем думаете ковшеварить но в какой-то степени да вы правы сегодня будем варить другими словами химичить очень часто задают вопрос как чистить ходячку обычную ходячку советскую которые у нас находятся на пляжном копе очень большое количество монет скопляется после пляжного сезона очень большое и так ребята с этими монетами действительно тяжело бороться потому что эти монеты ему имеет свойство такого на роста что обычное средство тяжело бороться с ним эти монеты не принимают в сбербанках я обращался обращайтесь в центральный офис как мне сказали такие монеты мы не примем и мне были советы что ходи в автомат пей кофе вот ну я не любитель большого количества кофе потому что монет очень много и я все-таки решил их почистить и использовать повторно в магазинах за колбаской так что спасибо за советы автоматами пользуется закидывать их туда ну я решил вам показать как можно почистить и целесообразно ими воспользоваться в общем сегодня будем по вашим просьбам чистить монеты ходячки я очень много экспериментов сделал и в этом году решил вам показать потому что до этого я тоже не знал никакого средства монеты не чистились или же просто напросто темнели и я нашел обычный легкий средство которое действительно борется очень хорошо так что смотрим будет довольно таки интересно а кто занимается пляжным поиском будет весьма полезно смотрим ну хочу сказать вот такие вот монетки у меня получается как вы видите они хорошо почищены очень приятно я как бы старался чистить монетки высокого достоинства 10 15 двушки и рублей мелочь я считаю нецелесообразно чистить 10 копеек 50 копеек просто будет у вас себестоимость очистки монет куда выше чем сам номинал монеты так что остановил свое внимание на таких вот обычных монетках монеты почистились хорошо за исключением бывают нюансы когда 10 рублевые не очень хорошо чистится и остается красный налет после того как мы вот эти вот монеты будем использовать вот они как видите специально подобрал монеты разные загрязненности цвет монет разный коричневый шоколадный зеленоватый пятнами в общем все всякие некрасивые и вот такие вот монеты к сожалению сбербанк не принимает обращался я говорил у меня есть монеты показал они сказали к сожалению такие монеты мы не принимаем и обращайтесь центральный банк там у вас их примут так что такие монетки мы будем чистить используйте их в кофейных автоматах я думаю не стоит вот так что лучше проще почистить после того как мы их закинули в жидкость жидкость я вам чуть позже продемонстрирую а получается вот такие вот монеты такие монеты довольно таки гадкого вида то есть на них вот такая вот пыль неинтересная такие монеты наверное все таки тоже не примут потому что не банк не магазин вот такого вот вида монетку к сожалению не примут и для этого нам нужно будет это чистить все но наглядно я вам все это покажу чуть позже сейчас я вам продемонстрирую именно что возьму чистую мисочку налью туда жидкость жидкость у нас обычная ухт а чё на синяя она должна быть зеленая вот это да должна быть зеленая и забросим сюда давайте пятачки пятачки забросим реакция сразу пошла мгновенная реакция как вы видите сразу видите пошли пузырьки и монетки прям на глазах начинает вот так вот быстрый мгновенный результат обычно я пользуюсь у меня жидкость зеленая на этот раз она у меня кончилась я купил и здесь она синяя но при покупке я всегда смотрю читаю состав жидкости и жидкость именно соляная кислота но я удивился тем что здесь у нас смотрите видите монетка уже годная все мы ее вынимаем вынимаем следующая монетка еще видите осталось небольшой участок красноты нужно ее перевернуть следующий монеток краснота небольшая здесь полностью красная оставляем ее не чищенной поверхностью наверх это тоже почти готова буквально прошло несколько секунд и уже одна монета две вот вторая монета уже у нас готовая просто можно даже ее промыть налета на ней белого не будут на этих вот будет налет потому что монетки будут у нас лежит подольше так забросим вот такую зеленую монету пусть тоже валяется здесь но я это видео назвал быстрым методом и я вам сейчас это все покажу и докажу беру я вот такую-то обычную баночку которая закрывается с крышкой забрасывая сюда все наши подобные монеты забросили и заливаю нашу чудо жидкость именно заливая столько чтобы монеты были полностью погружены в нашу жидкость смотрите какая пошла сразу там реакция и я не парюсь закрываю монеты и оставляю минут на пять через пять минут 10 открываю достаю уже чищенные монеты оставляю пусть чистится и теперь смотрим что у нас здесь происходит следующий майонетоз все почистился на некоторых монетах будут проявляться красные пятна и эти красные пятна если держать чуть дольше в этой жидкости они уходят так что не беспокойтесь монеты ничего страшного появляются иногда светлые темные пятна но это ерунда так эта монета уже готова но просим посмотрим что остальные у нас здесь достаточно твердый был налет и он как бы потихонечку но сходит монета уже белая была очень сильно коричневая так здесь тоже монетка готовая но в пятнах ничего страшного эти пятна мы уберем в прямом эфире я вам все это покажу так вот проблемная монета она уже смотрите белеет все оставляю эти монеты ничего с ними не буду дальше делать пусть полежат минут пять и я уже достану чищенные монеты через пять минут вместе с нашей баночкой пять минут ждем и так ребят прошло чуть меньше пяти минут и смотрим что у нас с монетами так эта монета все готова бросаем следующая монета тоже готова что у нас здесь краснота еще небольшая осталась ну пусть валяется следующее так это тоже монета достал ну это пойдет это нормально пойдет когда чистите пользуйтесь перчатками до этого у меня были пальцы зеленые потому что жидкость у меня была зеленая сейчас залил синюю и с у меня пальцы уже синего цвета так эти еще вкрапления не есть и мы еще посмотрим что у нас в баночке открываем крышечку вынимаем наши монетки вытащили и смотрим эта монета зачетная следующий пятачок видите осталась болячка потому что металл уже расслаивается и получилась вот такая монета смысла ее больше держать нет так здесь у нас было соприкосновение именно с этой монетой и краснота но ничего страшного краснота у нас с таких монет удаляется так готова это готова двушка готова пятачок прилипшие но тоже ведь им готовы следующая монетка уже имеются язвы так это пятачок готов здесь вот так вот получилось следующая монетка готова я больно их не парюсь если они еще цвет имеют красноты я оставляю пусть они замокают потому что это монеты не редкие не ценные ничего из себя не представляет вот так что соляная кислота борется с этими монетами в принципе достойно и ничего страшного что это соляная кислота буквально за 5 минут я уже смотрите сколько монет почистил но это не полная чистка следующая этап я вам покажу что с ними нужно делать потому что на них сейчас вот они влажные внешний вид еще нормальный но сейчас как они высохнут на них появится пыль белого цвета и с этой пылью мы будем с вами бороться осталось здесь у нас совсем чуть-чуть монеток которые в принципе уже можно вынуть но я все равно их оставлю пусть они там плавают бултыхается ничего страшного с ним не случится а вот эти монеты я сейчас вам помою и продемонстрирую что нужно делать дальше чтобы они были такого вида чтобы без каких проблем у вас ее их приняли в магазине ну вот монетки мы сполоснули и получился на в принципе вот такой смотрите внешний вид как видите на монетах имеется легкая такая знаете белая завеса такая знаете такой вот непонятный вот налет если взять обычную чищеную сейчас возьму чищеную пятачок и для сравнения вам покажу справа от вас чищеная а слева вот именно с этим налетом вот видите налет если вот так помаячить то видно этот налет и не довольно таки некрасиво получается но в принципе такую монету уже можно использовать в магазине но иногда бывает налет вот такой вот видите некрасивый но можно уже наверно думаю без проблем пишут их следующее что я делаю я вам сейчас продемонстрирую тоже мероприятие недолгое и несложное ну а следующее что я сделала вот беру пятачок вот с этой вот пылью с такой неприятный и беру обычную стальную щеточку и этой стальной щеточки прохожусь по монете по всей окружности вот и монетка уже выглядит как как будто из-под станка все несколько секунд и монета уже готова вот такая монетка у нас получается этим мероприятием по чистке я занимаюсь именно когда смотрю фильм сижу за телевизором но и тем самым как говорится и зарабатываю сиди на заднице для просмотра видео фильмов немного и зарабатывать за один фильм у меня монет очень много могу почистить целую целую вот такую чеплашку вот в такой чеплашки получится но рублей наверное 600 700 если монеты пятачки червонцы двушки с другими монетами я как бы не парюсь червонцы очень плохо чистится к сожалению если на них проявилась красные пятна или монет полностью стала красный как вот так вот эту красноту я не знаю пока как убирать потому что ну не получается не шлифовка ничего не получается и красные пятна у нас остаются так что я не парюсь с такими монетами примут примут хрен с ними вот 10 копеечные 50 копеечные я даже не хочу заморачиваться так что вот таким вот способом берем монету и при помощи стальной щеточки да не бойтесь до стальная щеточка просто проходите по поверхности монеты это пыль у нас удаляется и монета в принципе готова сейчас я вам хочу еще показать вот что если вы неправильно выберите жидкость как я в конце наверное вам скажу и покажу покажу сюжет если вы неправильно выберите жидкость какая будет сама монета возьмем чашечку возьмем также монетки так ты стоишь той же реки с такой же загрязненностью берем жидкость наливаем она вот видите прозрачная и хочу вам показать что произойдет если вы неправильно подберете жидкость взял даже монетку вот такого уже хорошего бодрого сохрана то есть монетка уже готова к хождению и просто забрасываем их и посмотрим что будет если вы сделаете ошибку в выборе жидкости у нас монетами у нас происходит непонятные вещи здесь они вообще не чистится результат даже ухудшается цвет монеты становится темнее монета которая была в хорошем внешнем виде она тоже смотрите начинает темнеть ничего хорошего с этой жидкости у нас не получилось что и следовало доказать что средство нужно выбирать правильно вот выбрали мы средства и она вообще не работает иногда бывает в комментах пишет вот твое средство не работает купил жидкость она нифига не работает вы читаете составы жидкости вот из-за этого у вас ничего не получается ничего у вас не работает услышали звон но не знаете где он в данном случае у нас вот такой вот селитбэнк моющие средства антипятна плюс гигиена и сейчас попробую вам показать состав данной жидкости если получится так где он где он где он вы видите я вот вижу состав как я вам говорил хлористый и здесь вот отвратительное ничего нужного для монет нету а сейчас я вам покажу то что нужно покупать вот такой вот селитбэнк тоже надпись анти налет плюс блеск именно чтобы была вот такая упаковка фиолетово-оранжевая и состав должен быть сейчас я вам тоже здесь на нескольких языках и состав найти немножко трудновато так где где у нас состав вот он состав как вы видите состав не менее 15 процентов соляной кислоты вот это вот нам нужно так сейчас попрощаюсь и скажу кое-что об данном чистящем средстве и так ребят если вы до конца досмотрели вы теперь сейчас узнаете именно как я вам обещал нужно досмотреть чтобы впоследствии не делать ошибок молодцы спасибо в общем секрет каков необходимо именно чтобы состав жидкости был соляной кислоты и чтобы не ошибаться нужно читать состав пользовались мы сегодня обычным вот таким чистящим средством силитбэнк это важно цвет должен быть оранжевый иногда бывает фиолетовая крышечка но самое главное состав состав должен быть соляная кислота есть еще один силитбэнк вот такой белый но вы думаете то же самое нет состав именно хлористый и он монеты чернит убивает так что самое главное при выборе силитбэнк нужно чтобы была соляная кислота так что сегодня вот я вам показал как быстренько чистить ходячку метод не тяжелый просто закинул и потом взбалтываешь достаешь очень быстро можно почистить монеты сегодня у нас как говорится за окном продолжает лютовать зима и как-то скоротать вечера я вот решил почистить и вам показать потому что очень много часто задают вопросов как чистить ходячку и сегодня я вам показал чтобы больше не было вопросов ко мне с этим вот и в принципе я считаю вам поможет именно тем людям которые ходят по пляжам так что на этом и все всем пока и до новых встреч до новых встреч и 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